Ну, как мы видим, довольные и недовольные есть и сейчас. Посмотрим, как это место, которое уже точно будет под храм, как к нему будут относиться горожане в дальнейшем. И несколько телеграм-новостей. Вот сейчас они у вас на экране. Такая политическая первая новость. Красноярское отделение ЛДПР возглавит куратор из Москвы. Руководителем станет депутат Госдумы Сергей Каргинов. Вот такое решение приняли после того, как наше местное отделение фракции осталось без главы. Есть новость у нас от радио «Красноярск-Главный». Там рассказывают, что снимают на телефон взрывы на Таргашинском месторождении. Ну, кстати, предупреждали нас, красноярцев, что будут взрывы, будут звуки, не нужно пугаться. И вот в мэрии в том числе просят горожан не переживать и не предпринимать никаких действий. Это плановые работы. Они, собственно, сегодня шли до 17.00, пока такого в ближайшее время не повторится. А вот «Проспект Мира» публикует новость, которая горожанам уж точно не понравится. Посмотрите, что происходит у «Кванта» вот сейчас. Я прямо покажу даже картинки. Все мы прекрасно знаем, что там идут ремонтные работы. И вот такое месиво превратилась в дорога, что неприятно и для автомобилистов, и для пешеходов в том числе. Ну вот, как сказали «Проспекту Мира» в управлении дорог и благоустройства, деревянные настилы не сделали из-за большого потока машин. Ну вот, издание, собственно, иронизирует, что это экономически невыгодно. А вот, кстати, асфальт начнут укладывать, когда позволит погода. Вот хотя бы хорошая новость. Ну и забавная новость от нашего телеграм-канала «Прима». Кстати, подписывайтесь обязательно. Заметили табун лошадей. Это со ссылкой на Красноярс Солнечный. Вот такое, смотрите, пастбище устроили. Это, получается, табун. Действительно, больше десятка лошадей я вижу. Ну, так понимаю, что это Северное шоссе. Вот такие телеграм-новости нам сообщают. И вы обязательно тоже их присылайте или звоните по телефону 202-22-22. Сейчас погода от Владимира Еременко. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!